Всем привет дорогие друзья, с вами Влад и мы продолжаем проходить The Long Dark. Мы только что поспали, я опять это оставил за кадром, нечего затягивать. Вот, вроде поели, попили и мы готовы двигаться к нашей цели, к заднему дворику Гэскартер. Так что садитесь поудобнее, одевайте наушники, подписывайтесь, комментируйте, репостите и не переключайтесь. Погодка потому что замечательная. Так, а у нас бревна есть? Я думаю может быть да. Сейчас вырежу у волчонка пару килограмм мяса, на всякий случай. 3 кило, а я возьму 2. Потому что у меня остался только армейский сухпайок, я думаю его хватит, чтобы добраться до отрадной долины и радиовышки. Но мало ли что. Пара кусочков мяса нам абсолютно не повредит. И да, я читал ваши комментарии. Ну что ж, будем выискивать нужные нам веточки. Я в принципе догадался, что эти вот кустики это вот и есть то, что мне нужно. Но так и не подошел блин к ним, чтобы удостовериться. Ну, в следующий раз значит. Я думаю уже в следующей серии мы лук скрафтим, протестим его. И можно будет сворачивать наше прохождение. Ну, по крайней мере на этом уровне сложности. А уже потом начнем хардкор. Вот там будет настоящее выживание, я полагаю. Тут никого нету. Вроде нормально. Пронесло. Тут мы с вами все смотрели. Тоже интересный вопрос. Спауниться ли волчара в ГЭС? Я думаю, наверное, нет. Но мало ли что. Еще один фаер. Еще один. Ну, мы тут с вами в самом начале часто бегали от волков. Палочка. Ветка. Бегать я не буду, потому что путь предстоит не близкий. Я не знаю, что меня ждет на этом самом заднем дворике ГЭС. Я про него совсем немного наслышан. Я, наверное, сразу попытаюсь найти вход обратно на ГЭС. Потому что я знаю, что дверь, через которую мы выйдем, она только в одну сторону работает. Там с другой стороны, с внешней, нет ручки. Мы зайти обратно не сможем. Каких размеров локация? Куда конкретно нас она приведет? Все-таки от родную долину я не могу сказать, что я знаю нас на все 100%. Но уже, в принципе, даже благодаря моему маленькому забегу по ней, в принципе, более или менее я ориентируюсь. Но куда она нас выведет, я не знаю. Патронов много, так что не будем. Пути-пути, иди сюда, малыш. Вот так. Как все стало просто. А раньше-то мучились. Да-да-да, грузовая железная платформа. А, железнодорожная. Этот труп мы обследовали, конечно же. Ну, а вдруг... ПЕРЬЯ. Я даже не знаю, сколько у меня этих перьев. Куда я их рассылал. Когда придем на АЗС, будем по ящикам ныкаться и искать их. Потому что я хочу стрел скрафтить по максимуму. Ну, чтобы чувствовать себя комфортно. Это утренний туман, или у нас весь день такая будет погода стоять? Вот. Господи, эти шаги. Еще один фаер. Как по хлебным крошкам идем. Интересно так осознавать, что ты вот месяц назад тут проходил. Боролся за жизнь. Тогда все было... Ну, не то чтобы плохо, но уж точно нехорошо. Тогда балансировали. Особенно, когда пошли искать проход на прибережное шоссе. Оказалось, что перевалочную карту неслабо так изменили. Я первый раз заблудился. Пришлось возвращаться обратно. Ночевать и идти уже в хорошую погоду днем. Ну, с богом. Только бы не было волка. Так. Немного. Так что возьмем. Брать лампу или не брать? Давайте возьмем аварийный фонарь. Так. С ним будет, по крайней мере, удобнее. Снарядили. Отлично. Тут все пусто. Я просто уже не помню, что мы осмотрели, что не осмотрели. Ну, вдруг тут что-то еще осталось. Плюс тогда мы в полной темноте тут ходили. Вот, видите. А сейчас я уже с фонарем. Все как положено. Ничего нету. О, смотрите. Так. Ну, это нам не надо. Не зря мы это оставили. Тут ничего. Ага. Ага. Всякая ерунда. Сейф мы с вами обобрали. Он, по-моему, нас тогда не... Ну, меня, по крайней мере, точно не порадовал. Да, пустынненько так. Лом. Все, можно отсюда уходить. Ничего тут не осталось. Надеюсь, волков тоже. А труп волка, интересно, остался? Больше месяца прошло. Сейчас посмотрим. Так. Жутковато так, да? Нет. Тела волка нет. Мы его вот тут убили. О, зато мы инструменты нашли. Которые нам в целом не нужны. Вот это дверь. Ну, пойдемте. О. А, гэскартер и окружение. Вот оно как называется. Тут еще склад. Я думал, меня сразу на улицу выпрут. Ну, тогда мне провиант нужен, ребята. Спасибо. Ага. А, гвоздодера у нас с вами нет. Да ладно, из одного ящика тут... Панику устраивать. Так, ну, может, какой-нибудь патрон... Так. Слушайте, а тут совсем не маленькое помещение. Я правда думал, что нас просто на улицу выкинут сейчас и все. И все дела. А тут нифига себе. Тушить мне не надо. Думал, открывается вентиляция. Не открывается. Может, еще сейчас тело какое-нибудь найдем. Ну-ка. Ага. Бинтики. Набор для шестьян нам не столько нужен, конечно. Ну, пускай будет. В основном медикаменты. Здесь снова почти что ничего нет. А, ну, разодрать можем. Вау. Вау. И куда мы сейчас? Куча ящиков. Возможно, мы как раз-таки прошли на другую сторону плотины. Чей-то рюкзак. Видимо, спешки уходили, что не успели забрать. И опять у нас лома нету. Так, это нам с вами не пригодится. Ткань нам с вами не нужна. Этот мусор под ногами. Пусто, пусто, пусто. Ух ты! Ничего. Ух ты! Смотрите, куда мы... Телевизор! Это нам пригодится... Книга. Нет, они слишком много весят. Спички, в принципе, тоже. Ну что, всё? Патрончик. А, мы тут с вами не пройдём. Я думал, пройдём, но нет. Ох, эти жуткие места. Так, а что у нас там? Ну, мы не сильно устали, так что можно и побегать немножко. Так, вот тут где-то должен быть уже выход. Та-та-та-та. Здрасте. Давайте посмотрим, что там за нижняя плотина такая. Вау. Вау. Хорошо. И как нам... А, вот тут. Вот тут пройти. Интересно. Ну-ка, что у нас тут? Так, металлолом. Металлолом нам с вами не нужен. Доски тоже. Давайте сразу пройдём на ту сторону. Я хочу проверить, чтобы быть уверенным. О-о-о. У-хо-хоу. Ах! Я попытался. Я бы в штаны наделал. Вот честное слово. Я бы ни в коем случае, наверное, не пошёл бы. Но только в самом-самом-самом крайнем. Обалдеть. Зайцы бегают. Вау. Я думаю, этот проход нас приведёт вот к той двери. Она, судя по всему, была просто завалена снегом снаружи. Поэтому мы не смогли её открыть. Так, тут мёртвое лень. А тут волков нету? Нет, волков вроде нет. Хочется что-то хорошее. Линия электропередач. Я сначала подумал, может быть, это какой-нибудь... Как на лыжных курортах. Так, вот тут вот получается. Да, это вот, наверное, эта дверь. Нет. В дверь мы войти не можем. А-а-а-а! Вот оно что! В окно! Всё, я всё понял. Я всё понял. В окно я не полезу, конечно. Где-то не надо. Патронов ещё достаточно. Целых 18 штук. Даже проходя по... Вроде как облутанным местам, мы всё равно иногда что-то находим. За кроликом бежит. А-а-а! Давай, убей его! А, уже слишком кикло. Не достал! Давай, 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 давай! Не, уже слишком далеко. Я помню, по медведю стрелял. Ну, зато сможем с зайчика шкурку снять. Фух. Мы дома. Хотя, что я... Ну, я имею в виду, мы на этой стороне. Тут как-то спокойнее, что ли. Ну-ка. Газета. Что тут у нас хранится? Ага, глюченый столбик. Бывает. Это не самый страшный глюк, который мог бы быть. Блин, ну локация, я не знаю, с виду не маленькая. Хотя, вряд ли нам по горам надо будет этим бегать. Тоже, наверное, кишка. Как и остальные перевалочные. Вот, кстати, вот эти вот кустики. Это они? Ну-ка. Нет, не они. Я вот на них думал. Честное слово. Ну, возможно, опять же, за кадром забегу обратно на ту перевалочную карту между шоссею и озером. И поищу все, что вы мне сказали. Ну, давай, вот теперь мы тебя срежем, дружок. Вуф, вуф. Who's let the dog out? Буф. Извини. Ветка. Это ягоды. Шиповник. Я из него еще ничего не варил. Надо просто тоже ради интереса попробовать. Запишу аж 010 серий, как я варю чай шиповника. Варю и пью его. Пью и варю. Успел задрать? Не успел. Так, мы обезвожены. Надо попить. Ага. Отлично. Ну, вот у нас вода и еда есть. Можно опять расслабиться. Так, это снова шиповник. Шиповник. Это ягоды. Еловая. А там у нас что такое? Ну, наверное, ничего. Не, я сюда не полезу, а то сейчас опять в влагах застрянем. В этих несчастных текстурах. Это да, это просто замерзший куст. Витка. А, мы, наверное, все тех же ворон слышали. Это уж больно как-то... А, вот, смотрите, нет. Неужели мы там кого-то пропустили? Ну, раз уж мы уже сюда пришли. Или там просто оно... А, наверное, на ярус выше. Ага. Там, наверное, где-то дальше можно подняться туда. Ого. Тимофеевка. Жарить ее можно? Что у нас тут? Я думаю, нам надо просто идти вперед, и мы довольно-таки быстро уйдем с этой локации. Но если нам разработчики дают возможность подняться сюда, я собираюсь этой возможностью воспользоваться. Никогда не знаешь, что мы там найдем. Вряд ли что-то уже настолько важное для нас. Что у нас все есть. Главное, чтобы не олень был. Но я все равно не буду сейчас с ним мучиться. Я оленя грохну лучше у нас на шоссе. Они там по озеру ходят. И да, это олень. Никак срезать нельзя, чтобы не спускаться 10 километров. Нет, нормально срезать не получится. Мы сильно устали. Мы сильно устали. Ну, вообще-то да. Так что побегать не получится. Пум-пум-пум. Уходим. Зато с горочки спускаемся быстро. Прикольно было бы сделать здесь какие-нибудь салазки, сани, не знаю, чтобы с холмов так спускаться. Конечно, они весили бы дофига. И таскать их с собой было бы просто невыгодно, неудобно. Кролик, иди сюда. Ух. Вот прям под ноги лезут. Кедровая. Кедровая. Понятно. Опа-на. А тут мишки нету. Мне вот сейчас на медведя только нарваться не хватало бы. И ничего особенного. Книга. I could use this. Ну, хотя бы энергетический батончик дали. Я уже и так неплохо перегружен. Температура нас не пробирает. Давайте поедим. А то мы уже совсем, я смотрю, сголодались. Съедим как раз шоколадки. Я думаю, будет неплохо. Да, вполне. Наполовину сыты. А зайцев тут много. Я просто повсюду их шаги слышу. И тут... Уже целых два. Разветвление. И куда мы с вами пойдем? Пойдемте сюда. Неприятное местечко. Так, это все довольно-таки интересно. И куда нас сейчас это все дело выведет? Ну-ка. Круто. Так, тут у нас тупик, да? Да, тут у нас тупик. Ладно, значит, идем в эту сторону. Жутко деревья так нависают. Странно, что они не падают. Под собственным весом. Так, ребята, давайте, выпускайте меня уже с этой карты. Потому что я с собой ничего не брал для ночлега. Вы знаете, я это не люблю. Я в любом случае куда-нибудь да доберусь. Ага. Пещера. Я думаю, это вот то, что нам надо. Хорошо, если там пещера. Что у нас тут? Еще куда-то карта уходит. И мы там позади оставили поворот налево. Так, тут у нас, наверное, тупик, да? Это, да, это тупик. Тут мы не поднимемся. Все, значит, идем в пещеру. Ну-ка. Ну-ка. Я подумал, там тоже пещера. Ох, и не люблю я их. Ох, и не люблю. Ну, у нас фонарь есть. Там топливо скоро, конечно, кончится, но... У нас еще есть факела. Так что ничего страшного. А, так тут довольно светло. Система пещер. Звучит неприятно. Нет, наверное, все-таки тут такое ощущение, проход. Так. Нет. Олень. Так, еловая ветвь. Она может пригодиться. Ветка, 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 ветка. Оу. Просела земля. Ага. Пойти туда или пойти туда? Пойдем туда. Еще одна дырка в потолке. И еще одно разветвление. Пойдем в темное. Я аж не зря лампу достал. Скажи, что это тупик. А, как бы не так. Так, зато тут есть уголь. И это все-таки тупик. Я его собирать не буду. Но, опять же, мы знаем место, где мы можем это сделать. Хотя нам... Дел хватит и в тех шахтах, которые мы нашли. Ну, вроде бы мы вышли правильно. Там был еще один путь. И я вот смотрю, наверное, это он. Смотрите, тут кто-то лагерь разбивал. Может, мы тело и еще найдем? Спальный мешок. Ох, и перегруженный мы сейчас будем. Я его все-таки с собой возьму. Пойдемте. Я все-таки думаю, что наверх это правильно. Куда-нибудь да выйдем. Очень туго идется нам. Так, это тупик. Хорошо. Ну, вроде бы не все так страшно, как я думал. Еще какая-то палка. Так, и пещера опять уходит под небольшим углом наверх. Значит, мы, скорее всего, сейчас найдем выход. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Свет. Да. Мы нашли выход. Теперь надо понять, где мы находимся. Так, отрадная долина. Хорошо, отлично, я понял. Патрончик. Я так понимаю, мы назад не пройдем. Да, мы никак назад не пройдем. Или пройдем. Ну, в принципе, если постараться... Да, это может получиться. Сейчас надо понять, где мы. Так, идти туда, идти... Ой. Идти туда или идти туда. Я пойду туда. Что у нас там с усталостью? Смертельно устал. Ну, еще не до конца. Надеюсь, я иду правильно. Надо подняться по... Вышка. А ну-ка. О, охотничья делянка. Возможно, там еще патронов раздобудим. И сможем нормально осмотреться. То, что мы с краю карты находимся, это и так понятно. Но вот с какого? Ах ты, елки-палки. Я понял. Я все понял. Я знаю, где мы находимся. Вот там радиовышка. Как удачно мы вышли. Обалдеть. Не будем терять времени. Пойдем сразу туда. Так. Надо чуть-чуть сместиться правее. И мы выйдем прямиком к радиовышке. И там можно будет спокойно переночевать. Там полно припасов. Еды, воды, медикаментов. Даже одежда, если потребуется. Фух. Все, я спокоен. Я боялся, что мы в каком-нибудь безжизненном уголке от родной долины выскочим. И нам еще придется попотеть и найти место для ночлега. Потому что мы перегружены. Двигаемся, как вы видите, не очень быстро. Дорожка. Куда-то уходит. Апань... Ой. Ой-ой-ой. Ах. Уже два волка. Бедные оленьи. Подождите. Или нам как... Или нам туда. Ну, скорее всего, да. Иди сюда. Черт, не убили. Стоит стрелять? Нет, не буду. Умрет по дороге домой. Так, так, так. Где-то тут радиовышка. Она должна быть, по-моему, там. Получается так. Дорога идет туда. Значит, радиовышка там. Да, я бегал искать бункер. Я сошел с дороги. Вот туда пошел. Потом пошел в ту сторону. И нашел радиовышку. Все верно. Фух. Мы живы. Аминь, друзья. Аминь. Мы еще один день продержались. О, обратно бежит. А там чавкает. А, вот он. Так. Давай уж иди тогда. Совсем-совсем вялый. Кинется на нас. И ты давай отсюда. Это мой олень. Давай уже притопим. Силы кончатся. Ничего страшного. Но они уже вот-вот. Там скинем все нам ненужное. Возьмем все нужное. Это, скорее всего, будет провиант. И провиант, и провиант. Потому что мне в целом, кроме провианта, ничего и не надо. Ну, и если будет топливо для зажигалок, то будет просто замечательно. Канистры с бензином, то, что я нашел, я их по-любому оставляю. Они нам пригодятся, если мы хотим прожить подольше. И, кстати, мне помнится, кто-то спрашивал, можно ли сливать бензин с машины. Было бы прикольно, но я не проверял. Скорее всего, вряд ли. Но, в целом, довольно-таки интересная была бы задумка. Вот и мы. Холм радиолышки. Мы тут тоже давненько не были. Видите, не зря мы все эти лагеря с вами создаем. Можем прийти на любую локацию, нам есть где переночевать. И можно не бояться за провизию. Но мы вряд ли будем приходить на эти локации теперь так часто, как раньше. Хотя, я не могу сказать, что мы на них чаще приходили. Мы приходили один раз и уходили оттуда, когда все уже облутаем. Так. Дом, милый дом. Ага. Куча всего интересного. Много-много еды. Фу. Я рад. Я очень рад. Мы живы. А уютненько я тут все обустроил. Мне нравится. Ну что, друзья. Тут можно считать, серия подошла к концу. Я не буду в следующей серии показывать, как мы вот со всем этим барахлом будем тащиться обратно к АЗС. Это долго, это нудно, это я понимаю. Так что это основание за закартером. Мы начнем сразу с АЗС. Я более подробно узнаю, что там, да как с этими луками, как их правильно делать и стрел. Ну, лук у нас есть, стрелы, нам нужны стрелы. Хотя пара стрел у нас тоже есть. Но я хочу научиться их сам делать. Да и показать вам, как выглядят эти ветки, которые нам нужны и тому подобное. Потому что сам пока не знаю. Будем выяснять. И поохотимся на кого-нибудь. И уже на этом закончим. Ну что, друзья, спасибо, что смотрели, что смотрите это прохождение уже кто-то довольно так давно. Может, кто-то с самого начала. Это моя личная благодарность вам. Увидимся в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok